Ну а мы продолжаем наше доброе утро. Рада приветствовать всех, кто сейчас с нами. Давайте узнаем о том, какой будет погода. В первом квартале следующего года автопарк республиканской столицы пополнится новым общественным транспортом. 20 комфортабельных автобусов Vector Next будут обслуживать внутригородские рейсы в Черкесске. Об этом вестям рассказал директор АТП номер один Черкеска Расул Архагов. Мэрия города Черкеска месяц назад объявила конкурс на закупку 20 автобусов. Результаты уже подвели и заказали 20 автобусов. Нового поколения пазлы Vector Next. Абсолютно очень удачная, хорошая модель. Очень экономичная в плане обслуживания, потребления топлива. Это низкопольный автобус. Сзади большая площадка двудверная для того, чтобы удобно пассажиры садились. Передняя площадка, накопитель, так сказать, есть. Рассчитан на 52 человека. 20 посадочных и 32 стоячих места. Кроме того, туда можно очень легко садиться, например, ну, скажем, материалом с колясками. Был особо еще в начале года главой республики сделан упор на то, чтобы это был именно комфортный транспорт для пассажиров города Черкеска. Особенно для старшего поколения. Это принципиально новая разработка российская. За последние 4 года в нее внесли 200 конструктивных доработок. То, что там не работало, быстренько это все меняется. Такие автобусы на сегодняшний день покупает только Краснодар, Ростов, Ставрополь. Вот мы, к нашему счастью, это больше половины нашего состава. Также в эту комплектацию базовую включены такие функции, как тонированные стекла, антибликовые там специально есть. Есть кондиционер летом, чтобы всю эту комфортность отчувствовать в этом автобусе. Есть полный пакет по транспортной безопасности, на сегодняшний день необходимый. Это оснащение. Там идет и тахограф, там идет и глонасс, и GPS, и камеры, и записывающие устройства. Это все по транспортной безопасности. Это все идет уже с завода в комплекте. Также идет оригинальный фирменный цвет. Один из цветов, который утвердила сейчас мэрия. Синий металлик. Очень красивый цвет. При тонированных стеклах это вообще там вид у него, конечно, бесподобно получается. Вот этот вопрос еще глава республики поднимал в начале года. Потом, естественно, целый комплекс мероприятий был проведен самой мэрией. Это мэр города Алексей Олегович. Большое ему спасибо. Этот вопрос поднял еще летом на Думу. Дума утвердила, внесла изменения в бюджет. Потом была целая работа большая со Сбербанком проведена. Потом мы непосредственно многие автобусы, многие модели смотрели. Остановились на этом. Как одной из очень удачных моделей, опробованной в России. И к нашему счастью сейчас покупают 20 новых этих автобусов. Они к нам приедут в конце января, в начале февраля. Все 20, все вот такой полной комплектации. Там вплоть до того, что даже для водителя. Специальное кресло. Оно на пневме, оно регулируется в разных положениях. Очень удачная коробка. Импортная там, проверенная тоже. Знаете, на все это обращали моменты. Вот это все. Мэрия провела большой труд за полгода. Глава республики нас поддержал. И на сегодняшний день у нас из таких регионов 20 штук. А также еще по указанию главы республики сейчас и Минпром, КЧР и правительство там рассматривают вопросы по обновлению еще на следующий год. Там федеральные программы, которых сейчас очень много, именно по поддержанию предприятий муниципальных. Потому что на сегодняшний день много людей, льготников, пенсионеров. Это все за муниципалитетом. Понимаете, мы понимаем ответственность, которую мы несем перед городом. И поэтому на сегодняшний день, вот, это первая ласточка в решении тех проблем, которые стоят перед городом. Но они будут касаться только внутригородских перевозок? Это да, это внутригородские перевозки. Потому что это чисто проект мэрии. Понимаете. В дружбу Псыш будут ездить? В дружбу Псыш, это уже мы будем сейчас смотреть по тому, как здесь город отрегулируем. Естественно, дружбу Псыш, там пригороды, которые за нами закреплены, никто это тоже так не оставит. Мы туда тоже в ближайшее время будем делать обновления и нормальную технику пускать. Эти вопросы все прорабатываются. Ну, такое масштабное обновление впервые, да? Это масштабное обновление, это знаете, вот мы последний раз, вообще это предприятие получало автобусы 25-26 лет назад. Ну, почему-то это были однодверные пазики, еще с не очень, там, скажем, удачной тормозной системой. Потом, 12 лет назад дали 10 пазиков обычных, которые уже, не знаю, лет 70, наверное, их делают с фанерным полом. Единственное, чуть-чуть перелицовывают, это называется новая модель. И идея 3 лиаза. Лиазы у нас тоже прошли уже под миллион, каждый из них 3. Они у нас ходят на Псыш и Дружбу. У них тоже ресурс уже подходит. У пазика вообще рассчитано обычного. Срок эксплуатации 7-8 лет. А вот у новых векторов? У новых векторов он идет 10 лет. Понимаете, там и специальные рифленые полы. Он сделан, там высокопрочные стали, там пластик и алюминий. Там идут такие, знаете, современные материалы, которые, и поэтому на эту машину дают 10 лет гарантии на кузов. Только на кузов. Понимаете, 3 года обслуживания. Группа «Газ» сейчас идет даже на то, что специально за КЧР закрепляют специалиста, который будет учить персонал, будут сопровождать эти автобусы. Поэтому это очень большая работа. Она вся проделана на сегодняшний день. И вот к концу, в начале следующего года мы ждем эту технику. Фотовыставка «Добро пожаловать в Карачево-Черкесия», посвященная природным и культурным достопримечательностям республики, открылась в Москве на Гоголевском бульваре. Проект, реализуемый постоянным представительством Карачева-Черкесии в Москве, призван познакомить жителей и гостей столицы с уникальными культурными и природными достопримечательностями региона, которые предоставляют самые широкие возможности для всесезонного туризма, спорта и активного отдыха. Выставка открылась при поддержке Департамента культуры Москвы. На ней собраны колоритные и интересные снимки, которые рассказывают о достопримечательностях республики, известных курортах Дамбай и Архызе, уникальных памятниках архитектуры X века, специальной астрофизической обсерватории РАН. В экспозицию вошли 32 фотографии, благодаря которым москвичи и гости столицы больше узнают об одном из самых красивейших уголков страны. Выставка продлится до 31 декабря. Вот вы посмотрели, ну, вкратце ознакомились с выставкой. Вот появился ли интерес к этому региону, захотелось ли посетить? Я люблю любые регионы, где есть горы. В Крачеве, Черкесии, я смотрю, они есть. Поэтому я обязательно туда доеду. Когда-нибудь, надеюсь, что в скором времени. Кристин. А я, когда вижу снег, я в восторге. Мороз и солнце, это для меня самые идеальные. А здесь тоже летом я вижу, есть река. Очень красивый регион. Красивая природа. Надо туда попасть. Ну, а вы что сделали, что развиваете российский туризм? А вы катаетесь, может быть, на сноуборде, на лыжах? Кристин, я нет. И это, и это, да. На чем вы катаетесь? Ну, я катаюсь на сноуборде, катаюсь на лыжах и беговой лыжах тоже. Приглашаем вас в Карачаево-Черкесию покататься. Спасибо, я приеду. Каждый год перед выпускниками и их родителями стоит нелегкая задача. Куда, в какое учебное заведение поступить? Сегодня некоторым абитуриентам определиться помогает Росгвардия Карачаева-Черкесии. Есть ли для выпускников целевые места? Когда начинать собирать документы, в какие вузы можно поступить? И есть ли к поступающим особые требования? И сегодня в нашей студии. На эти и другие вопросы моей соведущей Белли Джозаевой ответит начальник отделения учета и комплектования управления Росгвардии по Карачаево-Черкесии Алексей Крайний. Доброе утро всем. Доброе утро, Алексей. Доброе утро. Благодарю вас за то, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в гости. У нас сегодня такая важная и нужная тема, как для выпускников школ, для тех, кто в старших классах, так и, наверное, для их родителей. Тема поступления в учебное заведение. Что касается Росгвардии. Скоро конец учебного года, к примеру. Экзамены. Люди сдали экзамены, но они не определились с выбором, а хотят пойти в Росгвардию. Что может Росгвардия предложить? Есть ли целевые места? Куда можно поступить? Доброе утро, уважаемые телезрители. У нас есть четыре военных института, которые мы предлагаем. Это Саратовский военный институт, Санкт-Петербургский военный институт, Новосибирский военный институт и Перский военный институт войск национальной гвардии. Ну, что с целевыми местами? Ну, с целевыми местами, я скажу так, что нам распределили на республику 50 мест. Это Росгвардия? Росгвардия, да. Какие предметы надо сдавать? Что надо готовить? К чему тщательно надо готовиться особо? Ну, тщательно надо готовиться. Это, конечно, физическая подготовка. Это самое-самое такое вот, самое основное, что есть. То есть требования особо к физической подготовке? Да, разумеется, конечно. Как девочки, так и мальчики могут поступать? У нас девочки не учатся, к сожалению. Только мальчики? Только мальчики, да. А так профессиональный отбор включает определение годности кандидата по состоянию здоровья. То есть он проходит здесь, комиссию военно-врачебную, потом проходит при институте уже то же самое. В том числе проведение обследования на наличие признаков употребления наркотических веществ, всех остальных. Определение категории профессиональной пригодности на основе его социально-психологического изучения. То есть устойчивая психика должна быть? Да, да. Психологическое обследование проходят они. И оценка уровня физической подготовленности кандидата. А там уже смотря на какой факультет они поступают, в зависимости от этого. Предметы от этого зависят? Да, да, да. Что они должны сдавать. То есть он должен быть физически здоров, психически здоров? Да. Там рост, вес имеет значение тоже, да? Рост, вес нет. Главное физически здоровый. По медицинским показателям, чтобы он проходил. Алексей, ну скажите, когда надо начинать собирать документы? Какие документы надо собирать? Документы уже можно сейчас собирать. В качестве кандидатов, я в общем скажу, рассматриваются граждане, которые не проходили военную службу, скажем так, мужского пола, имеющие среднее полное общее или среднее профессиональное образование. В возрасте от 16 до 22 лет. Ну вот, допустим, они поступают по целевому направлению, правильно? У них какая скидка? Они должны просто на троечки сдать? Нет, они на общих основаниях поступают все. Такого нет, чтобы выделили и прямо вот они на троечки сдали, приехали, поступили. Нет. А в чем тогда отличие от целевых мест? Они пишут также заявления, и вот, как сказать, Москва центральный аппарат наш распределяет. То есть нам на республику вот 50 мест сдали, там на другую республику столько-то мест. И главное приехать сдать вот эти предметы и показать физическую подготовку. Они там делают какие-то упражнения, да? Конечно, да-да-да. Сдают. Бег 3 километра, подтягивание, бег 100 метров. Вот человек поехал, поступил. Он возвращается, отучился. Нет. К примеру, куда он может устроиться на работу? Ну, по окончанию института он получает офицерское звание лейтенанта, и, как правило, он распределяется. Воинские части Росгвардии, конечно, конечно, как военный. А то, что вы предоставляете целевые места от республика, да? А они, эти дети не должны, эти студенты не должны вернуться к вам же? Нет, нет, нет. Такого нет? Нет. Алексей, вот скажите, те целевики, которые поступили от нас, они какие-то привилегии при учебе имеют? Ну, они на общих основаниях все. Ну, когда они там проживают, я имею в виду? Во время учебного процесса? Во время учебного процесса они такие же, ну, как на общих основаниях, как и все уже. Привилегии они имеют уже, ну, как сказать, как статус курсантов имеют. То есть они проживают в благоустроенных казармах, полностью обесвечиваются вещевым имуществом. Первый курс у них проходит, они как бы проходят как срочную службу. На втором курсе они уже заключают контракт. То есть каждый месяц курсант получает еще денежное удовольствие в размере от 13 до 14 тысяч. Ну, там в зависимости, ну, как от оценок уже, как он будет учиться. И бенди. Ну, да, денежное удовольствие такое же получает он. Вот. Плюс у них питанием будет обеспечиваться трехразовым. Плюс, как сказать, за время обучения предоставляются ежегодно двухнедельные каникулы этой зимой и 30 дней летом каникулы предоставляются. Ну, что же, будем надеяться, что у нас обязательно найдутся эти достойные ребята, которые поступят и будут проставлять нашу республику. Спасибо вам. И вам спасибо. До свидания. До свидания. В республиканской филармонии состоялась премьера спектакля «Великолепная семейка». Русский театр драмы и комедии представил зрителям комедию, от просмотра которой зрителей переполняли только положительные эмоции. На премьере побывал и наш корреспондент Корчаби Джиев. На первом этаже, в экологически чистом районе, на окраине города. Езжать можете. Ход в садку. Вытащила вторую панчу. На всякий случай прикрылась колонкой. Твой замерщик оказывается из департамента. Действие происходит в старинном доме, расположенном в центре города, в котором проживают две дамы почетного возраста. Приковывает внимание взаимоотношения сестер. Они ругаются, мирятся и, попав в критическую ситуацию, решают проблемы сообща. И вот одна из таких проблем постучалась в дверь. Нет, это не соседка, которая порой захаживает к ним. И не почтальон. И родственники так рано не приходят. Грабитель? Так он уже был и заходил через окно. Они становятся мишенями для местной власти, которая пытается обманом заполучить шикарный особняк, а также непутевая родня, которая тоже хочет откусить кусочек от пирога. Все хотят заполучить такой дом. А получится ли? Комедия – это как раз текст, тонкий юмор. Просчитано на чувство юмора любого человека. А кто обладает этим чувством, у него светлые мозги. Значит, он воспринимает это. Я не думаю, что вот такой хороший текст, и тонкий юмор никому не повредит. Тем более, сегодня все говорят о каком-то унынии через эту пандемию. Я думаю, есть смысл именно не драматизировать обстановку, а так поставить комедию для того, чтобы как-то положительные эмоции люди принимали, воспринимали это. Замечательная актерская игра заставляет зрителя, не отрывая глаз от сцены, наблюдать за пьесой. А в конце бурными овациями и громким смехом провожают работников музы талии, музы комедии и легкой поэзии. Это же у нас комедия. По идее, они должны расслабиться на нашем спектакле, получить удовольствие, отдохнуть. Замечательный режиссер, который у нас ставил не одну постановку, он как бы и ставил много у нас сказок и много спектаклей. Работать с ним легко и как бы всегда с удовольствием. Зрители переполняли эмоции, и эти эмоции были исключительно положительными. Уходя из зала, они желали актерам театра больше премьер, ведь их непревзойденная игра запала в сердца зрителей. Театр скрашивает наши дни, дарит нам незабываемые впечатления. Смешно, весело, задорно, легко. Настроение подняли всем, мне кажется, всему залу. В восторге, мне очень понравилось. Веселые, интересные. У нас трупа, оказывается, такая. Ребята выложились на все сто. И вот еще одна замечательная новость. За этой премьерой в скором времени последует другая для детей. Ведь, как говорит директор театра, их мы не можем оставить без праздника и улыбок. Тарча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаева, Черкесия. Черкесск погружается в новогоднее настроение. На главной площади города уже стоит красавица-елка, и появились световые инсталляции. Хоть елку и не привезли из лесу, но она своим ярким убранством создает предпраздничное настроение. Новый год в России традиционно отмечают широко, но в период пандемии привычных для жителей гуляний не будет. Но украшенная елка будет радовать все праздничные дни. Завтра в это же время я жду вас у телеэкранов, но в 14.30 смотрите информационный выпуск «Вестей». Хорошего продолжения дня. До встречи. 10 декабря в 17.15 в прямом эфире телеканалов «Россия-1», «Архыз-24», «Радио России» и «КЧР-ФМ». Глава Карачаева-Черкесии ответит на вопросы жителей республики. Вы можете задать свой вопрос Рашиду Тимрезову по многоканальному телефону 8 800 222 44. Также присылайте свои видеообращения через WhatsApp по номеру 8 918 710 99 90. Итак, 10 декабря в 17.15 задайте свой вопрос главе республики.